Разбор слов по составу. Начинать будем разбирать слово, выделяя сначала окончание. На её уроках всегда идеальная дисциплина. Кажется, что для второклассников Галина Николаевна уж и не педагог, а друг. К каждому у неё свой подход. Провинившихся никогда не ругает, а терпеливо объясняет. В арсенале этого учителя, наверное, самое мощное оружие – доброта и открытость. Нужно терпения много очень. Это надо трудолюбие иметь очень большое. Ну, я всё время отдаю работе. Я очень люблю свою работу. Я в 7 часов утра прихожу и в 6 вечера ухожу. Я очень люблю детей, люблю их родителей, люблю свою школу и вообще не представляю свою жизнь без школы. С 45-й школой связана вся её жизнь. Учёбное заведение в этом году отмечает полувековой юбилей. А Галина Николаевна 49 лет работы в этих стенах. За это время Галина Коковкина выпустила даже не сотни, а тысячи учеников. И каждому заслуженной учителе России умела вовремя дать совет или подсказку, если решить задачку, но никак не получалось. Здравствуйте, Галина! А Сергей Родионов физкультуру в Липецкой 45-й преподает больше 30 лет. И за это время из-под его крыла вышли десятки чемпионов. Ученики этой школы блистают на городских и областных соревнованиях, но не спортом единым. Поэтому школьникам поддаются и олимпиады, и викторины. Дети у нас побеждают ежегодно в конкурсе «Весёлая карусель», занимают призовые места. А также в конкурсе лидер ученического самоуправления, то есть призовые места. Также дети являются постоянными победителями в конкурсах «Дорог глазами детей». Дети в основном поступают в те вузы, которые они планируют, то есть показывают достаточно результаты хорошие. Ну и в принципе вот в этом учебном году уже шесть человек, которые из 22 выпускников у нас поступили в вузы московские. Уроки истории в этой школе не всегда проходят в классах. Великую Отечественную здесь изучают по-своему, как-то особенно тщательно. Всё-таки школа носит имя Героя Советского Союза Павла Папина. В его части создана эта экспозиция. Музей – гордость учителей и учеников. У нас лучшие учителя, самые добрые, которые всегда могут прийти на помощь, всегда помочь. Но в то же время они, когда надо, могут быть и строгими, хорошо преподавать материал. Пока ученикам и учителям не до праздника, перед каникулами нужно успеть подготовиться к олимпиадам и конкурсам. А с понедельника здесь будет работать лагерь. Вот тогда они и возьмутся за сценарий праздника в честь юбилея школы. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.